видеоигры это пожалуй единственная возможность примерить на себя личину в заправду крутого и непобедимого героя однако как это ни парадоксально некоторые игры предпочитают наказывать геймеров за проявление чрезмерной крутости и кстати привет с вами айвори за близким общением мемчиками новостями оповещалками милости прошу в телегу а если еще и на регулярные стримы забежишь да лайк прямо сейчас поставишь то вообще по красоте будет а теперь всем приятного просмотра и понеслась диалоги игр dishonорд предоставляет пользователю гибкую боевую систему освоив тонкости кои можно вытворять воистину завораживающие смертоносные фокусы умелое и своевременное комбинирование различных способностей оружия и дополнительных приспособлений превращает рутинные схватки в пилигранно выверенный танец смерти но несмотря на столь разнообразную боевку так и подталкивающие игрока к выполнению эффектных убийств использовать ее отнюдь не безопасно ведь в игре предусмотрено суровое наказание за чрезмерную жестокость чем больше болванчиков ты прикончишь ходе прохождения тем больше крыс и зараженных в городе получишь к тому же слишком часто и понтовство убийственным скиллом приведет в итоге к неминуемому плохому финалу в общем dishonорд дает массу инструментов для того чтобы почувствовать себя стремительным антигероем с кучей сверхспособностей но при этом значительно ограничивает веселье как минимум для ценителей хэппи-эндов в прологе breath of fire dragon quarter офигевающему от происходящего эпика игроку во всей красе демонстрирует мощь и крутость драконьей формы главного героя рю и казалось бы сам бог велел как можно чаще применять драконьи обилки дабы в полной мере раскрыть убийственный потенциал героя но как всегда не обошлось без нюанса разработчики добавили в игру неприятную механику отслеживающую насколько часто пользователь прибегает к сверхчеловеческим фокусом понтов ради и победы для по мере абьюза запретных умений на экране неумолимо заполняется счетчик достигнув ста процентов герой вместо того чтобы принять форму древнего ящера плюс кастовать ульту попросту погибнет но не расстраивайся ближе к финалу игра все-таки ослабит хватку и позволит тебе вдоволь попонтоваться безнаказанно перевоплощаясь в могучие огнедыщащие чудовище но до тех пор будь любезен умерить аппетиты и сражаться куда менее зрелищными подручными средствами показатель крутости игрока в элден ринг определяется в первую очередь пресловутым скиллом то есть способностью размотать абсолютно любого босса благодаря совокупности факторов генетической одаренности ядерной реакции плюс вагона свободного времени то бишь ноу-лайфу нормисы не наделенные данными благами идут по более доступному пути нагибания игровой нечисти а конкретно гринду старая добрая репетативная зачистка мобов даст необходимые ресурсы для прокачки скиллов брони и орудий оружие тем самым рано или поздно превратив твой альтер эго в несокрушимую машину для убийства тем не менее во всем нужно знать меру и тем более в прокачке ведь и ударик не побрезгает наказать неосторожного качка дурачка одним из здешних боссов является ложная слеза по своей сути это мимик доппельгангер полностью копирующий персонажа смекаешь к чему я веду верно чем больше ты вложишь в прокачку брони оружие статов виртуального подопечного в слепой гонке за крутостью и мощью тем сложнее тебе будет одолеть двойника причем ложная слеза аки какаши из народки филигранно копирует все атрибуты начиная от статов и заканчивая броней посему настоятельно рекомендуется принимать бой либо слабо раскачанным болванчиком либо снимать все честно нажитое имущество перед тем как выяснять кто же босс качалки ведь в данном случае понты ничто победа все понтоваться это определенно приятно однако куда круче иметь возможность безнаказанно играть в любимую игру кстати а ты знал что world of warcraft несмотря на непростую мировую обстановку можно поиграть абсолютно бесплатно и все благодаря стараниям наших партнеров на данный момент онлайн превышает 60 тысяч игроков в сутки а призовой фонд за пвп и пве активности вырос 2 до заоблачных 5 миллионов рублей на старте перед тобой откроется несколько уникальных миров для покорения скордж мир с многолетней историей который раньше других получает актуальные пвп и пве нововведения исключительная система прокачки после 80 уровня усиление черной бриллианты скордж идеально подходит игрокам жаждущим получить максимум контента и удовольствие а угол он максимально приближен к чистой 335 версии данный сервер рай для ценителей зрелищных и масштабных пвп баталий никаких ограничений на развитие а режим войны включен повсеместно так что сражение будет в избытке и наконец sirus только что открывшийся игровой мир с нетерпением ожидающий новых игроков к слову только на sirus есть возможность ступить во фракцию ренегатов и сражаться одному против всех однако вне зависимости от сервера тебя ждут новые расы зандалары и озаренные дринеи новые локации такие как остров толгород плюс пвп арены с различными режимами сражений проект непрерывно развивается на протяжении аж десяти лет за это время было сделано много нововведений которые позволят тебе получить максимум удовольствия от мира варкрафт переходи по ссылочке в описании выбирай приглянувшийся игровой мир и начинай свое путешествие к вершине прямо сейчас эхо это уникальная инди стелс игрушка выпущенная ныне почивший студии ультра ультра в 2017 году об игре эхо помнят разве что ее создатели до пара ноунейм ютуберов одним из которых является ваш покорный слуга несмотря на катастрофический провал и забвение эхо обладает одной интересной механикой в прологе главная героиня игры н просыпается от крео сна на борту космического корабля местный искусственный интеллект рассказывает девушки о том что она чилила в царстве грез более сотни лет и теперь ей нужно найти некий мифический дворец способный воскрешать мертвых основное действие игры проходит внутри стен ранее упомянутого помещения кор геймплей эхо сводится к выполнению определенных заданий и переигрыванию собственных внимания самообучающихся клонов для ясности поясню во время первого условного раунда клоны героини запоминают все трюки которые игрок применяет против них использовал шорткат посредством стильного перепрыгивания перил будь уверен доппельгангеры запомнит столь крутой мув и непременно использует против тебя в следующий раз и так абсолютно со всеми твоими действиями иными словами чем круче скиллове умнее изобретательный пользователь души двойников тем сложнее ему в дальнейшем будет обыграть быстро обучающийся искусственный интеллект превышать скорость в реальной жизни это не круто и тем более небезопасно как для водителя так и для окружающих однако в играх свободная езда без ограничений правил доставляет массу удовольствия к примеру игры серии gta никак не ограничивают любителей скоростных покатушек предоставляя геймерам возможность гонять аки тот парень что не умер в конце фильма к сожалению в мафии одной из моих любимых игр за косплеить нелегального гонщика едва ли получится так как местные копы ну чрезвычайно суровы любое даже самое незначительное лихачество не останется без внимания хранителей правопорядка и моментально покарается штрафом местные копы настолько бдительны и беспощадны что в игре предусмотрена функция автоматического ограничения скорости дабы пользователь мог хоть немного расслабиться и полюбоваться видами города вместо того чтобы перманентно мониторить спидометр на протяжении первой части шэн мой частично 2 игроку вдалбливают в голову простую мысль для того чтобы быть крутым бойцом достаточно вовремя прожимать всплывающие куты и а дальше рио он же протагонист серии сделает все остальное технично раскидав статистов но в определенный момент закрепленная привычка сыграть с тобой злую шутку в ходе сюжета шэн му 2 рио предстоит наведаться в парикмахерскую дабы убедить здешнего барбера обучать его боевым искусством да да не удивляйтесь в данной игре даже дворники являются бывшими мастерами кунг-фу в процессе импровизированного обучения потенциальные сенсей рассказывает нам о важности спокойствия мол в любой даже самой паттовой ситуации нужно сохранять ход на крови после чего внезапно представляет опасную бритву к шей героя и тут естественно выдрессированный игрок моментально жмякнет на всплывающую кнопку ведь ранее его учили что но не в этот раз вместо техничного захвата руки дальнейшего обезоруживания барбера рё провалит испытание и будет вынужден с позором возвращаться во своясе и только спустя ночь попытку можно будет повторить вновь в metal gear solid five the phantom pain ты априори крут ибо находишься в шкуре лучшего бойца в мире биг босса пускай и слегка не настоящего однако нет предела совершенства так как игрок волен отточить свои боевые навыки до высочайшего уровня ставя меткие хэдшоты плюс не давая противникам обнаружить свое присутствие в общем освоить и использовать все доступные механики по максимуму но даже не надейся что твое блистательное мастерство останется безнаказанным так как в пятерке есть уникальная система прогрессии сложности то есть если ты скилловый геймер часто ставящий хэдшоты то через какое-то время болванчики обзаведутся прочными касками стреляешь в тело вот тебе бронежилеты аки бэтмен сливаешь со стенями предпочитая атаковать врагов втихую получи распишись прожектора камеры видеонаблюдения ими на ловушке в придачу уловил мысль чем круче ты играешь тем сложнее тебе жить так что отбрось понты и лажай как на первом свидании за это тебе мало того что уровень сложности понизят так еще и милую шапочку подарят одни плюсы пролог файнал фэнтези 3 открывает битва с непобедимым драконом богомутом причем буквально разработчики нарочито создали богомута запредельно сильным дабы игроки слили катку и сразились с крылатым чудищем позже по сюжету но как это водится среди гейм комьюникса бесконечной фантазии нашлись скиловые задроты сумевший таки одолеть монстра вопреки всем стараниям игроделов что несомненно круто но бессмысленно и к тому же наказуемо дело в том что убийство богомута на старте приводит к тому что последующая встреча с чешуйчатым по понятным причинам не состоится а значит огнедышащий не сможет стать суммоном игрока ибо это происходит только после второй конфронтации как итог понты собственным скиллом приводит лишь к потере одного из самых сильных суммонов игры основным скиллом серии файтингов smash bros отличающим крутого игрока от нуба было умение совершать грамотные дэши для молниеносного сокращения расстояния мастерское владение данным трюком давала неоспоримое преимущество перед менее умелым соперником и добора навесить шансы я полагаю нинтендо добавили супер smash bros bravo механику спотыкания то есть игрок всякий раз выполняя дэш имел однопроцентный шанс споткнуться на ровном месте плюс застанется таким образом даря противнику временное доминирование данная фича показалась геймером крайне несправедливой и в дальнейшие игры франшизы она понятное дело не попала помнишь офигенный мультсериал радиоактивные люди как же я обожал здешнего рассомаху харизматичный брутальный агрессивный бескомпромиссный жестокий правда лишь по отношению к роботам к несчастью у сериала был детский рейтинг и подобное ограничение накладывало вето на использование когтей против людей и мутантов это я к чему в игре рассомаха 1991 года было похоже раздражающее ограничение разработчики зная что самый крутой и отличительной фишкой героя является когти зачем-то ввели наказание за их использование я имею ввиду что всякий раз пуская в дело стальной маникюр рассомаха получал ощутимый урон обязывает тем самым игрока сражаться голыми кулаками если конечно он не хочет отправить мутантов вальгау раньше времени знаю знаю что в комиксах упоминалось что логану больно во время активации когтей но благодаря нечеловеческой регенерации он не мог умереть от столь незначительной кровопотери а вот несовская итерация оружие x еще как может получается игроделы умышленно заставили нас отыгрывать логана девственника пацифиста заранее извиняюсь за непривычные ощущения в районе олдскулов по сюжету культовой игры комикс зон художник скетч тернер попадает мир собственных комиксов на страницах коих становится заправским супергероем без проблем побеждающим зло однако девелоперы сега умышленно ограничили крутость тернера наделив его реалистичной системой повреждений при ударах от твердой поверхности герой теряет драгоценный hp и согласись это весьма раздражающее наказание игрокам настолько не зашел неуместный реализм что рукастые энтузиасты выпилили его к чертям позволив игрокам вдоволь насладиться мощью протагониста диск элизиум это крайне гибкая и вариативная рпг главный герой аморальный полицейский алкоголик по имени гарри и в ходе истории сценаристы сделают все чтобы игрок на собственной шкуре прочувствовал насколько гарри безнадежный неудачник ведь практически любые попытки со стороны пользователя придать данному персонажу крутости заканчиваются неудачей гарри абсолютно не похож на брутальных нуарных детективов из фильмов ну вот к примеру во время драки он может нехило опиздюлиться да что говорить алкаш со стажем может словить инфаркт восседая на неудобном стуле а скоропостижной смерти во время попытки снять собственный галстук с вентилятора я вообще молчу но не все так плачевно на самом деле удачный исход той или иной попытки выставить гарри в положительном свете зависит от удачи и прокачки навыков так что не все потеряно но как правило твои попытки покрасоваться будут заканчиваться для героя мягко говоря плачевно есть чем дополнить жду тебя в комментариях также прошу тебя поставить лайк дернуть похотливый колокольчик и подписаться на телегу и дзен для оказания добровольной финансовой поддержки прошу проследовать на бусте все ссылочки в описании нижайший поклон каждому спонсору спасибо вам от всей души на этом все всем удачи пока